I'm so sorry, I will try to give to my English friends all from the bottom of my heart. I want to speak with them and say, fuck you, Torin. Все очень просто. Кажется, это скоро появится на Reddit. Хватит сливать деньги на кейсы в CSGO и нечестных сайтах? Установи новое приложение для смартфонов AWP LATO и выигрывай дорогие предметы для CSGO бесплатно. Все просто. Смотришь ролики или устанавливаешь игры и получаешь баллы. А за них участвуешь в лотерее и выигрываешь клевые скины. А ссылка на приложение в описании. Что, что, мало здоровья против двух AWP здесь приходится играть. Что? Что сейчас произошло? Это был стопроцентный шанс на два минуса, но внезапно Тарик на развороте Савика дает плюху. Находит еще одного. Молотов. Тарик по-прежнему живет. Есть квадра. Будет лейс? Один на один. Его личная дуэль принципиальная против GKS, а GKS не понимает. Там где Тарик? И это эйс на авике. Вот так Тарик. Атака. Врыв по две флешки и понеслась. При этом под флешку врывается. Дефенд Шрауд разносит две головы. Вот это аркада. Третий. Четвертый. От Оптиматика. И пятый. Трипл килл в его исполнении. Шрауд дает дабл. Оставшись с пятью хп. Раунд закончили. Опять-таки секунд за двадцать. Да. Но тем не менее. Эйсэйс в своей роли может сказать, что справился. Втроем остаются китайцы. Как всегда в пункте глубоко. Тем не менее. С отсечением Джайар начинает крошить просто соперников, выходящих на него рассинхронно. Поднимает бомбу. Дуэли один в один. Так. Идет на инициативе. Против Дин. Но точно про позицию не знает. Джайар берет этот клач. Есть квадрокилл. Найс, Джайар. Вот это супер капитанская игра. И вновь позиции продавлены. Правда, все-таки не знают, по-моему, про Сани. Да, Курятник вообще не считается. Очень быстрая хелпа. Два игрока на камне. Сани видит. Не палится. Ждет бомбу. Кристалла закрыли. Он-то, конечно, не палится. Да, минус три. Это его раунд. Вообще не знали, где он находится. Курятник работает. Вот это Сани. Как же спас. Короче, Вега этот раунд точно должна забирать. Так. Опасный момент. ИХС выбивает бомбу. Подбирает калашников. Кристалл. Что происходит? Просто сейчас на сутки. Вот так вот. Два в одного, друзья. Это 16-8. Какой провал. Боже мой. Что произошло в этом раунде? А вот что делает Тайлу? Бомба не самая лучшая для позиции китайской команды. Капитан Мо. Хороший хедшот. Самбади догоняет своего оппонента. Это нож. Это нож. Минус Банди. Подарочек Бандиславу подъехал. С днем рождения, Влад, говорит сейчас Самбади. И, в общем-то, ситуация один в два для капитана команды. Happy birthday to you. И Ангел просто Ангел на морозе перепрыгивает. С днем рождения, Владиславчик, тебя. Ой, какой древний. Итак, моментатки китайские просто. Знаешь, вот они играют выход. Тыщ. Все стоят. Серьезно, очень тяжело. Очень тяжело здесь. Так, и посмотри, фейк-выход на базу Б. Фейканули. Это факе. Друзья, это факе от китайской команды. Прямо сейчас. Ну вот, знаешь, вот почему-то не работает укрепление Хеврейзер. Даже несмотря на... Второй ночь. Китайцы просто надругались над командой Хеврейзер. С днем рождения, Бондик. И Зеро мы поздравим тоже заранее. С длину приходит Ангел. Теперь можно действовать вместе. Молотовы в никуда опять от китайской команды. И они снова делают это. Это фейк. Нет, это фейк. Он сработал. Зеро один на базе Б. Стик приходит на помощь. Ну и остатки своих гранат тратят. Конечно, да. Умеют раскачать качелю. Ого, вабанк от Карасева. Игроки китайского коллектива. Тут уже на Б просто вся команда из Китая. Вот это жесть. Это вабанк от Карасева. Не побоялся капитан ворваться в дым. Приземлился в воду. Булькнул. И забрал троих. Все-таки догадались ребята из Китая, что нужно лишь чуть-чуть подождать. Но совсем не туда пошла флешка. И ооо, просто. Ну это Габелла, друзья. Хелл Рейзерс. Просто свер... Ого! От Мертвого Лиса. Какой же обидный промах от Капитана Мо. А ты представляешь, Капитан Мо к нему бежит. Бентед. Я тебе помогу. И двоих за раз. Короче, отличная игра от Хелл Рейзерс, друзья. Хотя Год Сент выглядят очень мотивированными. Ну такое тоже бывает. Ооо, ну это вообще уровень был. Бразильский шашлык в дропруме. Это было... Или это барбекю? Правда, не совсем успешно. Шнейдер сразу разменял. Отличное действие в ответ от команды. Год Сент. Какой шикарный дабл, друзья. Красавчики просто. Ну вот так бы игра начиналась, и все было бы нормально. Но по какой-то причине всю первую половину ребята из Immortals проигнорировали все возможности. Слишком долго просыпались парни. Ну, теперь смотри, ситуация еще хуже на самом деле для Immortals. Теперь они рискуют проиграть раунд один в два твисту. Ну подожди, почему рискуют? Бомба под контролем, все хорошо. Тут твист должен сотворить маленькое чудо. Правда, вот непонятно, куда он отправился. На, на, через А попробует зайти. Сейчас. Фейк? Да, он, наверное, думает, что просто чувак есть в дропе, поэтому решил безопасно переместиться. Но куда бы он ни бежал, его ждут со всех сторон. И вот сделать в этой ситуации, кроме как идти в лобовое сопротивление, пытаться перестреливать, практически больше ничего нельзя. Остается только вариант реально перестрелять. Опять Стиляга чекает дверь и выход с нее. Хороший хэдшот. А вот теперь смотри. А вот теперь ситуация. И увидел, увидел на бедлене. Вот это лол, вот это лол. Кидает флешку, в ответ тоже залетает. Лукас. 20 секунд до конца раунда. Лукас, как так-то дядя? 3.12. Вот это, вот это жесть, твист. У меня просто нет слов. Б-контакт. Б-контакт. Три игрока защиты уже готовы убивать этот. Нет, там просто под флешечку. Моменталка-провалка, друзья. И команда GodSense сама себе кинула флешку. Это их флешка была. Это не флешка игроков, а таки. Ты думаешь? Они от своей флешки втроем стояли в флешке. От бразильцев начинается жесткая раскидка. Молотов на дерево. Это фейк. Факе. Нет, не фейк. Это все же выход. Да тут с допрумом уже. Посмотри, Лукас просочился. Снаплэнд болт. Запирается спиной. Но каким-то чудом доплэн его убирает. Твист остается красный. Две снайперские винтовки на базе B. Что происходит? Бомба идет на АК. Как? Так что? Что? А два бразильца на B. Это какие-то супер майндгеймс. Это ультра. Один диско доплэн против двоих. НГ ставит точку. 15-14. Это камбэк, друзья. 3-8, 3-4, 3-6, 4-3, 5 остается у шведов. Ты видел вообще этот раунд? Да. Это тупо шикарно. Смаков стена на базе B. Выход двоих с поздним таймингом после того, как трое из коннектора идут на базу A. Тут просто красота, друзья, красота этого раунда зашкаливает. Отличное начало по A. Минус твист, минус шнейдер, 3-5. Приплыли. Диско доплэн, еще не приплыли. Есть размена, продолжают бороться игроки шведской команды. Включается Лекра. 2-2. И это все благодаря размену от КНГ. Где все это время Хенни? Хенни подходит к базе B. Хенни с бомбой. И сейчас ребята из Гоцэн до конца не понимают. Они верят, что есть кто-то в друпруме. Да-да-да, они верят до последнего, что там кто-то находится. Влетает. О, как же подгорело сейчас у Пронакса. Просто спровоцировали Пронакса на эту. Ну и последний Доплан в этом. Все знают, где Доплан, они его контролируют. Пока, Доплан. Удачи, Доплан. Это ГГ и Мортал сотворили огромное чудо. Они устояли после такой провальной первой половины и смогли вернуться в эту зарубу. Внимание, взаимодействию между игроками все-таки нужно уделить. Так, ну и хорош, стенка из смоков. Поставленная бомба в торец желтого. Будет или нет, что-то опасения возникают. Фейк по бомбе. Но это Next Level CS. Фейком на А вышли тройкой под Б сейчас игроки команды Биг. Вот это фейк просто на 150% из 100 возможных. Пикнули бомбой на точке А и понесли ее на Б. Здесь хороший отстрел по захотящим из зиги. Тем не менее, не в свою пользу уже. Бомба ставится. Губи последний против троих. Волна открывается синхронно с верхней. Нитро видит в точке легию. ЦЗшка. Ну, неплохой отстрел с ассистом от тиммейта. И серьезные проблемы у Биг вдвоем. Против троих уже. Вот вам и ЦЗшки. Гоби и последний. Очень узкое пространство. В линию вышли. Ну, это просто вот бонус, конечно же, в окончании этого раунда. Внимание привлекает именно бананы туалеты. Было слышно сразу двух игроков. Врыв через дым на Бондика. Был далеко не самым удачным. Кинг размен. Бразильцы пытаются цепляться за этот раунд с двух сторон. Хорошие позиции есть, но Лука сгибнет. И это проблема. Кинг дает еще один килл. Уже трипл есть. Один на один против Стика. Времени мало. Нужно задавить. И Кинг делает этот минус. И время есть на дефьюз. Квадрокилл без армора. Калаш на руках. И этого достаточно, чтобы выиграть раунд. Еще и в прыжке, на самом-то деле, он оформил этот килл. Ведь он припрыгнул, и его соперник умер. Так, бомба успевает раздефьюзить. Да, наш таймер работает великолепно. Очень хорошо, что дает Халл Рейзер с преимущества Ангелу. Катастрофически нужно выиграть свою перестрелку против девятки. Но Болт закрывает и Кирилла Карасева. Следом под раздачу. Такое ощущение, что случайно попал еще и Дэд Фокс. Бондик будет вытаскивать раунд один в два. И начало уже положено. На Болт умирает Хенни немобилен. Так, Дым сейчас, возможно, сыграет даже на руку Бандиславу. Посмотрите, Хенни пытается проверить. У него пока авик на руках, и девайс он не слопает. Вот что любопытно. Он хочет доигрывать именно так. Простреливает! Да ладно! Убивает Бондика! Два килла в Дым от бразильцев. Что вы делаете? Это вакейшн. Мы смотрим ключевые десайдер-матчи в формате Бест-Оф-Лан. Ого! И какой выстрел! Вот это хэдшот! Уолю Ангела только что. Ну, понятно, что Эко, но это все равно очень больно. Хенни пристрелялся. Ну, и теперь ждет уже Туалета плюс Длины. Однозначно. Конечно, для Иммортал с огромным плюсом является еще и тот факт, что Анита давали камбэк против Гатсон со счета 3-12. Хенни помнит, помнит этот момент. И понимает, что можно еще и сделать. Пусть и на экономическом своего соперника. Четвертый, пятый на длине. Хенни, если посмотрит туда, Зеро, скорее всего, умрет. Хенни поглядывает. Хенни, нет, промах. Как досадно. Вот снова такие квадрокилл есть, а Эйса нет. Ну, и с Бином, из двух свалатских игроков сейчас в их руках судьба Хелл Рейзерс на этой квалификации. Так, Хенни посмотрел на монстр. Откидывает Молотов и палит Зеро. Конечно, в Молотове сжигает Зеро. Лукас расстреливает Стика. Дамы и господа, команда Имморталс впервые в своей истории, впервые в истории этой команды выходит на мажор. Вот за кого действительно стоит порадоваться. Да, Хелл Рейзерс, да, СНГ команда проиграла, но, как мы отмечали ранее, побеждает сильнейший. В данном случае Имморталс заслужили. Заслужили пройти на мажор. А дальше проблема начинается. Видали, заслужили сейчас точку, пытаются выходить, но Мир внезапно, как царь, возникает на нычке. По-прежнему же ее живет, дает 2 кила. Третий туда же. Мир, как же ты спасаешь свою игру, братан, из своей команды. Мир, еще и Джейкома закрывает на Юспе квадрокилл в пуенте, при том, что к нему подходили и с 15, и с 20, и с апартаментов. За месяц, за два, наверное, ни в чем нельзя быть уверенным. Ого, но вот Худжев в своей стрельбе точно уверен. Сносит голову, с одним хп остается Джейком. Несмотря на это, он дает 2 фрага. Вот это норвежец молодец какой. Это, конечно, его команду не спасает. Большинством Вега задавили Б-плент, устанавливают бомбу. Ну что же теперь? Так, Ромен пытается настрелять хоть что-то через Дымникова, забрать не получается. Один минус очень нужен на старте для Дигнитаса. И, понимая это, Вега отходит на более дальние точки. Нужно выпускать на себя, а потом уже давить массой. Это и пытаются сделать. Но вот у Кишандра позиция такая, что из нее его могут не отпустить. Так и выходит. Ромен дает киу уже 2 в 2. Чоппер должен ходить куда-то по церковь. У него Тэк-9. Довольно ближний пистолет, но Джер разбирается с Хроманом. И теперь под перекрестным огнем оказывается Фокс. Понимает, нужно играть на опережение. Не смог Джер в спине разменять. И теперь ситуация довольно рискованная. У патроны заканчиваются. Фокс начинает. Да! Начинает водить хороводы. Джер говорит, окей. Хочешь по ножовщину? Держи. Плюс полторы тысячи долларов. 14-2. Где же эти фраги были сделаны? Все по точке. И мир остается один против троих. Джейкем на полтора. Его мир, наверное, даже не заметил. Хотя теперь, подобрав бомбу, он посматривает в этом направлении. Джейкем попадает по миру. Попытка его забрать. Патроны заканчиваются. Джейкем тоже бежит с ножом в руку. Что происходит с Димидос? Ну, выбора выбора не было никакого. Ну, да, наверное. С другой стороны, Джейкем вполне мог рассчитывать на то, что мир сейчас на него побежит с префайером. Поэтому можно было его резануть. Б-точку занять успевает мир. Плюс отличный смолк. Спрей туда. И мира все же оставляют красным и живым. Бомба есть. Этого уже достаточно, как для такого раунда. Теперь нужно понять, как это разыграть. Разыграть практически нереально, если честно. Но Тенске удается минусануть. Скажи это миру. Вот просто два хп и один хэдшот может решить все. Еще и калаш на руках. Да. Вот это интересный момент. А крома на китов нет. То есть ситуация для норвежца на самом-то деле не то, что безвыходная, но близкая к ней. До взрыва бомбы меньше 20 секунд. Как Тенске это сдало? Объясните мне кто-то. А кроман даже фейки не дает. Он идет на банан. На банане никого нет. Мир прячется за стеной. Теперь уже без китов. Ты либо дефюзишь бомбу, либо проигрываешь раунд. И, в общем-то, кроман забирая мира убегает. Понимая, что все, раунд не спасти. 15-2. Мир. Все СНГ комьюнити сейчас должно написать респект миру. Потому что он выиграл, наверное, невыигрываемое. Фокс может пропустить Худжи сейчас. И кроман может стать его жертвой. Фокс смотрит вообще в другом направлении. Сам. Ох, нет, кроман вовремя уходит. Он осознает, что шорт не смотрит. Наверное, и Фокс дал такую инфу, если Худжи не спалился сам. Но так от него все-таки есть и второй делают хуже. Большинство выходят вега с квадрон. Фокс, по-моему, испугался сейчас очень жестко. После таких хедшотов неидеальные смоки на выход из лонга. Но библиотеку они заперли. Не успел оттуда Джейкем выпасть. 2 в 3 выбивания. За считанные секунды буквально ситуация. 3 в 5 становится. 3 в 2 пользу. Веги Чоппер дает килл под Джейком. У Тенске последний забрать его. И вот они, Вега на мажоре. Друзья, смотрим за ситуацией. Тенске пытается выйти в дым. Выходит, погибает. И вега с квадрон выходит на мейджор. Черт возьми, есть же еще одна команда СНГ на мажоре. У-ху! Красавчики! Не просто так выигрывали СНГ миноры. Все-таки можем, можем. Слушай, аж плакать хочется. Подъем СНГ Контрстрайка. Кто бы мог подумать? Где тот Люрпис? Где тот Торин, который говорят, что СНГ это вообще не Контрстрайк? Составы им надо тусовать. Надо с Европой. До свидания, ребята. Вот они, Вега. Действительно есть у них слот. Невероятные молодцы, ребята. Красавцы. Чудовищно, черт возьми, рады. Мы за них. Обратим внимание на господина Вайлендера. Он может похоронить многих игроков из-под коннектора. Любопытно, как здесь будет разыгрывать Блэйд. Но ему не дают как раз действовать. А вот Элайш Твист свои минусы находят. Вырыв на ЦЗшке. Твист забирает еще и третьего. Как это произошло? 12 хп у Твиста. Он дает трипл килл. Вот это ЦЗ. И Вайлендер на топол. Теперь его состерцев будут ожидать. 1-4. Команда Ликвид выигрывает экономический раунд. Ну, хотя как экономический? Были арморы, но деньги-то не тратили. Да, все. Хорошо. И пошел в контратегрессию. По нему промахивается снайпер. И теперь Вайлендер может сделать еще один фраг. Параллельно с этим Вордодит забирает нитро. Маркелла выводит свою команду на ситуацию. Три в одного благодаря блестящему фрагу из Дигла. И вот он момент для команды флипсайд. Вот за что можно зацепиться. Твист с 25 секундами. Ну, правда, вот Блэйд дается, конечно. Плюс Электроник сейчас ловит молота. Возможно, делает контрат выпад. И проиграет свою перезарядку. Марик тоже ее проигрывает. Да как же так? Флипсайд. Ну, так же были близки. Ну, это идеальный момент. Но подождите немного. 14-14. Твист именно этим и занимается. Уходит. Правда, немного не в ту сторону. Но не ожидал, что Твист пойдет настолько агрессивно его искать. Но все-таки пошел. Плюс Маркелла. Вот так же он сразу ушел. Только увидел соперника. Понял, что мы-то в большинстве. И, наверное, стреляться тут не стоит. JDM промахивается. Теперь его должны проносить. Но вторая возможность выстрелить все еще есть. Он просто рядом забирает Электроника. Правда, по Ворде Дито снова промахивается. Пытается добить того тэком. Но Марик вовремя включается в игру. И, тем не менее, Твист из-под коннектора работает. Перестреливая Маркелла. Вот тот забирает еще и Ворде Дито. Снова Твист делает триплкил. Спасая раунд один в два. 17-16. Минус 56 хп. Вот мне могу показаться, или тот Молотов вообще с подсадки был откинут? Но неважно. Электроник выходит. Замечает. Это невзаимно отличный килл по Твисту. Но тот предварительно все-таки Егора Маркеллова успел минусануть. Здесь нужно поставить бомбу. Хотя проблема в том, что дымов и в целом гранат уже не осталось. Значит, нужно будет действовать сугубо позиционно. Спина поджимается Элайджем. Хорошая точка у него. И неясно, Вайландер посмотрит на нее или все же нет. Очень вряд ли. Да, увы. Электроник с другой стороны всегда может выиграть перестрелку против Станислава. И все пойдет наперекосяк. Элайдж все ближе и ближе подбирается к Вайландеру. Который, ну вот вроде за секунду буквально до этого развернулся. Но поздновато. Ворде Дид играет по инфе. Электроник. Ворде Дид. Да неужели, Джей Дэм один сорока четырьмя хп. И скорее всего, если только не совершить чудо, а этот человек. Команда Флипсайд пройдет на мажор. Тринадцать секунд. Фейк по Дефьюзу бомба. Электроник открывается. Джей Дэм промахивается. И вот тут уже нужно ставить точку. Все. Возможности никаких нет. Команда Флипсайд на мажоре. Поздравляем. Два стопарика поднимаем за них и за Марика. Потому что они снова делают это. Кто бы мог подумать. Команду мы не видели полгода. Есть же. Ребята. Да ладно, Флиппы. Три серии Доба. Что они только что сделали? Флипсайд Тактикс вновь покоряют. Квалификации идут на мажор. Браво. Браво, Флиппы. Браво, Блэйд. Браво, команда. Невероятная. Только что была игра. Столько было эпизодов, которые отдавали Флиппы. Но несмотря на это, в ключевые моменты собирались игроки. И вот они дошли до заветного слота. Невероятная игра. Невероятный нокаут страстей. Просто жесточайший махач, который все-таки выигрывает команды из СНГ. У нас есть 16 команд, которые отбирались на Краков Мейджор. Летом 2017-го 25% лучших команд мира – это представители СНГ. Еее! За Марика 300 парика давайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова